Начали с военно-патриотического концерта, организованного силами студентов и школьников. Сегодня у Вечного огня снова звучали стихи и песни о войне. Простившись с 20-м веком, подрастающее поколение должно помнить о его событиях, уверены ветераны. Один из них, освобождавший Кубань от немцев, даже пришёл на сегодняшний митинг. Владимиру Васильевичу 91 год. Подполковник в отставке на фронте получил пять ранений. А то, как гнали немцев обратно на запад, вспоминает с улыбкой. Последние дни освобождения как раз для меня были горячие. Готовились уже полностью освободить и высаживаться через Керченский пролив в Керчь. После артподготовки высадились на берег Керчь. Такая артподготовка была, что встать на землю нельзя, чтобы не на осколок наступить. Как град насыпали. Окупация Краснодара началась в августе 42-го и продолжалась до февраля 43-го. Сегодня сочинские школьники впервые узнали о том, что краевая столица считается одним из 15 городов страны, который во время Великой Отечественной войны пострадал особенно сильно. От города почти ничего не осталось, а от рук фашистов погибло около 13 тысяч местных жителей. Люди сражались за Краснодарский край. Все здесь живут и все должны сюда прийти, обязательно возложить цветы или хотя бы просто прийти. Я думаю, что каждый с детства должен воспитывать память в своих детях и рассказывать им о том, как тяжело было пережить эти события. В память освободителей малой родины ребята почтили минутой молчания, а в благодарность за подвиг к вечному огню возложили цветы. Галина Захарова, Инга Габешия, Борис Осинь, телекомпания ФКТ.